Всем привет! Получила я несколько посылочек с ebay. Очень люблю получать посылочки. Всегда интересно, что же там внутри. Как правило, пока они за два месяца ко мне дойдут, я забываю о том, что там. Два месяца бывает, конечно, и меньше. Я думаю, где-то что-то два месяца шло, что-то полтора. Видимо, они там на почте какое-то время сначала все собирают, а потом доставляют нам все вместе. Сейчас посмотрим, что там внутри. Заодно расскажу вам, как тут почта на кипре работает. Вот это, я думаю, несколько посылочек для рукоделия. Здесь разные штучки тоже вам покажу. Ну, а в этой коробочке я вот жду влаги для ногтей гелевые. Посмотрим сейчас, какие цвета пришли. Как вы, кстати, относитесь к тому, чтобы самим себе делать маникюр гелевый? Я не наращиваю обычно. Вот сейчас у меня короткие ногти. Переломались все. Обычно просто делаю гелевое покрытие, и они под этим покрытием сами хорошо отрастают. На Кипре маникюр такой стоит сделать минимум 20 евро. Так что все-таки выгоднее покупать себе материалы и делать самой. Тем более у меня это хорошо получается. Купила лампу ультрафиолетовую. Давайте посмотрим, что же там внутри. Почтой кипрской можно заказывать не больше, чем на 17 евро. Обычно, если заказываешь больше, чем на 17 евро посылку, потом приходится ехать на главпочтамт. Там у них сразу есть таможенный отдел, где нужно платить налог. А там еще плюс к налогу придется заплатить, по-моему, 3 евро еще и за хранение. За то, что они хранили вашу посылочку у себя. Даже если всего лишь там 1-2 дня прошло с момента получения посылки. Давайте посмотрим, что тут за лак. Такого бежевого цвета, нежного. Вот видите, я такой заказала, смотрите. И здесь видно даже цвет какой. Так, открываем следующий лак. Были у меня несколько раз такие случаи, когда приходилось тоже платить штраф, как бы сказать, ну не штраф, а налог за превышение вот этих 17 евро. Ой, смотрите, какой оранжевый, светленький. Такое тоже хотела, помню. Один раз мне пришлось даже отказаться от посылки. Я попросила их вернуть посылку обратно, поскольку это был подарок. Я как-то выиграла в одном интернет-магазине, ну там по вязанию я что-то делала, в каком-то конкурсе участвовала, связала изделие, выставила его на конкурс и мне за это подарили пряжу, спонсор, интернет-магазин. Ой, это, по-моему, что-то черное, что ли. А, это у меня девочка одна просила, была знакомая. У меня иногда знакомые девочки приходят, просят меня, я им делаю маникюр, тоже гелевый. Здесь же дорого где-то в салоне делать. Так что я своим знакомым девочкам делаю этот темно-бордовый такой, очень-очень темный, он почти черный. Красивый должен быть. Кроме того, что здесь такая таможенная пошлина, большая, здесь еще происходит иногда кражи, девочки, на почте. Кражи на почте, это что-то с чем-то. Особенно пропадают лаки. Вот эти лаки, они чудом пришли, знаете, потому что мне продавец упаковал вот в такую красивую коробочку. Надо, кстати, запомнить этого продавца и заказывать у него, потому что, видимо, там при распаковке на почте они не поняли, что это такое. Здесь хоть и написано, что это лаки. Здесь джель-полиш, то есть все написано. Видимо, они невнимательно прочитали. А может быть, это мужчина распаковывал контейнер, знаете, потому что, если они приходят мне вот в таких пакетиках иногда, то очень часто они не доходят, они теряются где-то на почте и потом в конце не сыщешь. Поскольку такое недорогое, оно, как правило, приходит незарегистрированным, если приходит зарегистрированным, сначала приходят уведомления, приходится идти на почту, у меня там абонентский ящик снят, и мне почтальон кладет это, поскольку у нас почта работает всего лишь, по-моему, полтора часа в день в деревне. Это очень мало, иногда я не успеваю туда зайти, поэтому они просто кладут мне в ящик уведомления и ручку, я там смотрю, по номеру сверяю, чтобы все правильно расписываюсь и оставляю. Итак, следующий лак, какого же он цвета, видите, такой розовенький с блестками, с глиттерами, тоже симпатичный. Вот сегодня сделаю себе новый маникюр. Так, тут я смотрю, она заказывала много, уже и забыла, что я столько много заказала из жадности. Давно не покупала лаки себе, вот решила, ой, смотрите, какой красный, темно-красный. Вообще класс. Заказываю часто по интернету, поэтому периодически, если не зарегистрированная посылка, то пропадает. Кстати, если отправлять посылку, то, как правило, все доходит, даже не зарегистрированная. Поэтому я раньше регистрировала. У нас для того, чтобы зарегистрировать, нужно ехать или в город, или в соседнюю большую деревню. Там у них уже почтовое отделение посерьезнее. А в нашем почтовом отделении деревня маленькая. Там можно отправить, хоть и за границу, но не зарегистрированным. Вот так. Следующий у нас лак, тоже он, по-моему, бежевый. Сейчас откроем. А он такой, как бы светло-персиковый. Светло-персиковый. Ну, тоже мне такой подходит. Особенно на ногах, если красить, то таким чем-то светленьким. Так. И последний лачок у нас. Цены на то, чтобы отправить. Ну, если отправлять в таком вот пакете мягком, то можно, в принципе, вписаться в 2 евро, если что-то легкое. Ну, а если что-то тяжелое, то я помню платила за какую-то посылку, которая весила где-то грамм 400. Я заплатила, по-моему, 11 евро с регистрацией. Я отправляла что-то в Америку. Вот эта самая дорогая посылка, которую я здесь оплатила, стоила 11 евро. Вот. А это белый лак. Белый лак. Вот можно комбинировать с бежевыми, делать французский маникюр. Вот такие красивые лаки у меня будут. И сейчас давайте посмотрим, что я там поназаказывала для рукоделия. Так. Это пластиковые глазки для игрушек. Ну, вот я игрушки вяжу вот такие. Уже покажу вам сразу, чтобы понятно было, чем я занимаюсь в свободное время. У меня бывает, когда к мужу клиентов приходит не очень много в офис, то я сижу и занимаюсь вязанием. Ну, а глазки я заказала для моей мамы. Она у меня тоже рукодельница. Скоро она ко мне приезжает. И она будет тоже вязать разные игрушечки. Только видите, глазки здесь огромные. Я использую такие маленькие бусинки. А мама у меня делает игрушки побольше. Давайте посмотрим, каких они цветов. Вот смотрите, какие синенькие тут. Зелененькие. Прозрачные и желтые. Такая красота. Навяжем игрушек. Игрушки мы продаем на воскресных ярмарках. Да, здесь, наверное, фермуары. Вяжу кошелечки разные. И сумочки. А фермуар здесь один. Вот я вам сейчас покажу такой вот кошелечек. Это вот то, что я вяжу. Разных цветов делаю такие. А это пришел фермуар побольше. Вот. Так что буду вязать сумочки. И смотрите, на такой вот ручке он. Ручка отстегивается из бусинок деревянных. Как четки. Здесь, я так предполагаю, тоже два фермуара таких же. Или поменьше. Вот. Один такой, один квадратный поменьше. Это тоже можно сделать маленький кошелечек. И давайте посмотрим, что у нас в последней посылочке. Тоже похоже на глазки. Сейчас разрежем и глянем. Посылки иногда вскрывают, кстати. Если их вскрывают, то, ну, бывает, запаковывают, конечно. Бывают, оставляют такими дырявыми. Как-то у меня что-то потерялось из этой посылки по-любому, потому что дырка была такого размера. Знаете, что, например, пакетик вот такой мог запросто выпасть. Помню, что я не досчиталась там чего-то. Я писала поставщику. Они все отправили правильно. Эта ошибка произошла какая-то на нашей почте уже. Здесь голубенькие глазки большего размера. Так что, вот такая у нас почта. Да, рассказала я, что в деревнях почта может работать очень мало времени. Но в городе большинство людей, я думаю, отдыхает и живет в крупных городах. Я думаю, там на почтах работают чуть дольше, чем у нас. Ну, по крайней мере, до обеда, это точно 100%. Там уже после обеда не знаю. Знаю, что некоторые учреждения после обеда не работают. Даже не некоторые, а многие государственные. Почта в Ларнаке находится вот на уровне городского пляжа. То есть, нужно пройти немножечко вовнутрь. Сразу же, вот на первой линии будет эта почта напротив здания полиции и рядом с туристическим центром. Так что там не заблудитесь, найдете. Отправлять, кстати, тоже не все можно. Так же, как и везде, там продукты нельзя. Вот. Но в основном такое вот все, что предметы какие-то, обиходы, что-то такое можно. Единственное, если вам приходит большая посылка, вот как мне мама присылала, то ее обязательно вскрывают. Ну, ее потом, правда, запаковали обратно. Там уже проблем не было, поскольку, ну, было понятно, что там какие-то мои личные вещи, некоторые вещи были уже даже бывшие в употреблении, поэтому интереса никакого они там не представляли. Кстати, расскажу сейчас немножко была такая история, когда одного неблагочестивого работника почты, который доставлял посылки из аэропорта на почту, его поймали с поличным, что он ворует по многу. По-моему, его там арестовали, штрафовали, были у него какие-то большие проблемы. В итоге этот человек там больше не работает. Поэтому вот с тех пор, слава богу, у нас ничего не пропадало с мужем, по крайней мере, мы не замечали такого. Когда это произошло, ну, по-моему, полгода назад или может быть чуть раньше, до этого момента очень часто у нас были пропажи, после этого, ну, крайне редко. Ладно, лаки, в принципе, бывает, да. Если в мягкой упаковке лаки приходят, иногда лаки пропадают, а так, в принципе, все приходит. Надеюсь, видео вам понравилось, информация была чуточку полезной и познавательной. Спасибо за просмотр. Если вам что-то еще о кипре интересно, задавайте в комментариях, спрашивайте, постараюсь ответить в моих следующих видеороликах. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok